Это касается снабжения больниц и медицинским оборудованием. Частично из тех, что самые такие злогодневные вопросы, это эхокардиограф, УЗИ-эксперт-аппарат, наверное, что-то дополнительное из такого мелкого оборудования. Мы постараемся буквально в ближайшее время, но до конца этого года вряд ли, а вот уже в 2019 году вот эти два аппарата, которые крайне необходимы и пациентам, и вам, конечно, для работы, мы, безусловно, лишим. Знаю, что есть проблемы, Игорь Церенович о них пока не сказал, но, наверное, мы обсудим их вместе с вами сегодня. Это серьезные задолженности, которые есть у Октябрьской Церкви. И задолженности по заработной плате, и задолженности налоговые, это и по второй статье, задолженности по закупке медицинского оборудования, если я не ошибаюсь, на три с лишним миллиона, у нас на сегодняшний день, на текущий медикаменты. Медикаменты, да. Да, медикаменты. Вот, об этом хотел бы поговорить. Ну и, безусловно, услышать от вас, что вы думаете, как у вас сегодня, во-первых, обстоит дело. В первую очередь, я хотел бы от вас лично услышать по заработным платам. Причем заработным платам не только на врачи, но и среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, технических работников, если кто-то из технических присутствует здесь. Ну и в целом об атмосфере. Я, ну, наверное, дальше продолжать не буду. Задачи, поставленные сегодня через здравоохранение в целом по стране президента, они масштабные. Мы, вы знаете, ориентируемся в своей дорожной карте по повышению заработных плат работников бюджетной сферы, а вы к правоохранения работники как раз именно к категории относитесь, исходя из средней заработной платы по экономике по региону. И, конечно, когда многие слышат о том, что в последних регионах или даже где-то далеко зарплаты у врачей зашкаливают за 160, за 150 тысяч, но для нас это заоблачные цифры. Мы исходим из средней заработной платы по региону, нам у нас на сегодняшний день около 25 тысяч. И, соответственно, все вот эти коэффициенты повышающие, они работают по Республике Хармакия. Но задача на 2019 год и на ближайшие три года довести заработную плату в среднюю по региону в два раза выше, до 50 тысяч. Соответственно, мы тогда будем и увеличивать коэффициенты для работников бюджетной сферы в других отраслях. И в здравоохранении, и в образовании, да, и в многих других отраслях, где работают бюджетники. Это вот что касается стратегии. Но теперь все-таки хотел бы услышать ваше мнение. Пожалуйста, я не так часто, к сожалению, бываю у вас. Хотелось бы услышать. Прошу.